В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Белла Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о том, что сегодня вы узнаете от меня и моих коллег. Парад у дома ветерана. Дагестанский Каспийс присоединился к всероссийской акции, приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они погружаются в работу с головой. В России 5 мая отмечают День водолаза. Спортсмены в гостях у детей. О встрече, прошедших в Хастайотовском районе, расскажем в выпуске. 100 тысяч рублей штраф и не только. Махачкалинскому «Динамо» присудили техническое поражение в матче первой лиги с Уфом. В Махачкалинской школе номер 27 присвоили имя майора, отличившегося на СВО. Тхару Абатаев, командир танкового батальона, геройски погиб, защищая своих товарищей, в марте 2022 года. Награжден орденом мужества посмертно. На торжественную церемонию присвоения имени школе, которую окончила Абатаев, прибыли первые лица города. Мать героя Патимата Абатаева выступила на церемонии открытия мемориальной доски со стихотворением, посвященным собственному сыну. Мой сын, моя гордость, мой герой, стариной щит родины родной, достойный высших всех похвал, ты жизнь за родину отдал. Танкисты, огневой народ, в бою один девиз вперед, пал смертью храбрых, как герой надежный, сильный, воевой. Он до последнего не уходил со своего танка, прикрывая свое отступление временное. И после того, когда уже был окружен, его танк был подожжен со всех сторон. Настоящий герой, Горо Алимович, он останется в памяти у нас, как потомок тех великих наших отцов и дедов, которые завоевали великую победу в канун 78-летия, в котором мы сегодня с вами присутствуем. Такие, как Хоро, остаются в памяти, пока мы живы, герои никогда не уходят, они остаются с нами. Парад у дома ветерана. Дагестанский Каспийск присоединился к всероссийской акции, приуроченной к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Войны-десантники прошли под окнами фронтовиков торжественным маршем. Акция парад у дома ветерана из года в год становится более актуальной и значимой. Из-за преклонного возраста ветеран войны Нина Сахнина не смогла покинуть родные стены. Благодарность за светлое небо над головой она сегодня получила на дому. Поправляйтесь. Вы самое-самое дорогое, что у нас в городе. Вы создали этот мир, оставили нам этот мир в таком виде. Вам большое спасибо. 5 мая праздник у тех, кто погружается в работу с головой. В России отмечается День водолаза. Так, при управлении Росгвардии по Дагестану также имеется специальная группа, которая решает широкий круг задач. Это обследование грунта в акваториях, прилегающих к охраняемым объектам. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. На них возложены функции и по поиску, обезвреживанию и уничтожению минно-взрывных устройств. Только с начала текущего года водолазы обследовали свыше 3 млн квадратных метров дына, а также около 2000 подводных объектов. Семинар «Диалог. Трудности в спорте на пути к большим победам» прошел в селе Никокрек Хостовюртовского района. В мероприятии приняли участие именитые спортсмены и более 200 детей, в том числе воспитанники реабилитационного центра для сирот города Хостовюрт. Подробнее расскажет Карим Гамаев. Магомед Исмаилов и Юный Курман. Молодцы, друзья! Он тебя боялся? Да. Живые и яркие эмоции – напутственные слова от именитых спортсменов, прошедших через многое на пути к своим победам. Основными спикерами на мероприятии были мастера спорта международного класса, российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, и паралимпиец, мастер спорта по дзюдо и самбо, четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Али Дибир Расулов. У каждого из них своя история, которой они решили поделиться. «Мечтатель был и хотел, чтобы мои мечты воплотились, хотел быть чемпионом, хотел удивить, отца порадовать. Все от меня как будто что-то ждали, и я пытался всем это дать. Вот такое у меня было начало». Донести до собравшихся мысль о том, что не бывает побед без больших усилий – вот главная цель встречи. И речь здесь шла не только о спорте. «Им интересно всегда посмотреть на знаменитых людей, и чтобы была мотивация у этих детей, такая же, как у спортсменов. И, конечно, такие встречи, они полезны для детей в плане воспитания, потому что такие мероприятия показывают, с каких людей нужно брать пример». Умение ограничивать себя во многом, что отвлекает. Упорство и труд – это и есть путь к успеху, делится Али Дибир Расулов. «Наши ребята сейчас нынче в телефонах уходят, у меня лично сын есть, я по нему вижу это все. Я говорю ему, когда я из дома ехал сюда, например, меня вот так-так пригласили, говорю. Вот я говорю, тебя ругаю сейчас дома, а что я буду там говорить? Просто дисциплина, упорство, перебороть свой лень в первую очередь, да, ну, и как бы стабильность». Увлекательная программа с участием как маленьких зрителей, так и приглашенных гостей. У собравшихся была возможность получить футболки с автографами за хорошие вопросы. Ну а воспитанники реабилитационного центра получили подарки. А кому-то за них пришлось и соревноваться на одной сцене с известным бойцом. «Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Не, Мак, если ты выиграешь, ты футболку не получишь, да. Три чемпиона, три победителя. Поднимаем, ребят, громче, громче, громче». Результат на самом деле, результат он впечатляет, результат очень хороший, потому что мы увидели вот эти сияющие глаза детей. Когда я смотрел со сцены на детей, на то, сколько было здесь человек. На самом деле, вот этот зал, он подразумевает, вообще вмещает в себя около двухсот детей. Так, перед мероприятием, к большому сожалению, сотни детей просто не смогли посетить его. Они были на улице, потому что просто не было куда их вместить. Завершилось мероприятие общим фото на память. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Кокрек. С началом летних каникул в мечетях республики планируется запуск курсов для детей школьного возраста. Об этом говорили участники совещания в Муфтияте Дагестана. Детей за три месяца обучат правильному совершению намаза, чтению Корана и также расскажут об этике поведения и добром нраве, уважению к родителям, учителям и к окружающим. Летние курсы в этом году стартуют в начале июня во всех мечетях республики. И к новостям спорта. Боксер Муслим Гаджи Магомедов стартовал с победы на чемпионате мира. В своем первом поединке на соревнованиях в Ташкенте махачкалинец одолел спортсмена из Франции Сахеба Буафья. Поединок весовой категории до 92 кг завершился единогласным решением судей. Ранее в 1-8 финала турнира вышел другой наш боксер Шарабудин Атаев. Напомним, что согласно решению Международной ассоциации бокса, россияне выступают на чемпионате мира в столице Узбекистана с национальной атрибутикой. Махачкалинскому «Динамо» присудили техническое поражение в матче первой лиги с «Уфой». Клуб из Дагестана также оштрафован условно на 100 тысяч рублей. Согласно регламенту, на поле в течение всего матча должен находиться молодой игрок. У «Динамо» он отсутствовал 65-й по 71-ю минуту. Встреча первой лиги между «Уфой» и «Динамо» прошла 28 апреля и завершилась ничью – 0-0. Таким образом, махачкалинцы опускаются на 9-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Хороших вам новостей, приятных выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова